Зима пришла и отменила занятия в школах. В Джигинском районе сразу три образовательных учреждения закрыли для учеников начальных классов. Причина – низкая температура. Сегодня утром она доходила до минус 35. Остались дома школьники Белоозерска, Баргоя и Нижнего Бургалтая. Напомню, что когда температура опускается ниже 33-34 градусов, отменяются занятия для первых четвертых классов. При минус 35 – с первого по пятый. При минус 36 – по шестой. При минус 37 – в школу не уйдут сразу 8 классов. А при минус 38 – не учатся все. Тем временем, до главного зимнего праздника осталось чуть больше месяца. Однако, похоже, он придет не ко всем. Накануне в одной из групп Хоринского района женщина поинтересовалась, получат ли дети из многодетных и малообеспеченных семей новогодние подарки. В ответ начальник отделения отцов защиты пояснила, что традиционных пакетов со сладостями ждать не стоит. Якобы семьям указанных категорий уже оказывается дополнительная финансовая помощь. Часть денег родители могут сами потратить на подарки. Устали ждать чуда от властей и жителей Бичурского района. Они собственными силами отремонтировали мост через реку Бичура. Конструкция пришла в негодность от многолетней эксплуатации, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Переправа имеет стратегическое значение для сельско- и лесохозяйственного производства, а также особое противопожарное назначение. Помогли со строительством местные бизнесмены. Они выделили спецтехнику, а также покрыли часть затрат. Главный лесничий местности поблагодарил всех участников. И закончим наш дайджест с приятной новостью. 2024 год объявлен годом семьи. Соответствующий указ уже подписал Владимир Путин. Сообщается, что такое решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Напомню, что 2023 проходит под названием год педагога и наставника. Его цель – повысить престиж профессии учителя. Базарев Шеев, Новости дня.